приветствую вас дорогие друзья эта программа ответ ответ на ваши вопросы ответ я бы сказал на ваши нужды бог благословил нас этой программой возможностью делиться откровениями делиться познанием от господа и писание говорит кто любит господа тому дано знание от него слава господу и и потом мы отвечаем на такую тему почему женщины не покрывают голову но в частности в нашей церкви в других церквах и в каких-то церквах требовать чтобы женщины находились покрывалом мы этого не требуем и библии этого не требует поэтому мы сегодня будем отвечать на этот вопрос и за эти вопрос почему не покрывают я отвечу потому что в этом нет никакой необходимости если бы в этом была необходимость мы бы это делали мы конкретно или искренне относимся к тому что говорит нам слово божие и поэтому мы не рассматриваем это как как требование или как важность чтобы женщины покрывали голову во время молитвы а потом замужняя женщина ходила всегда с покрывалом но чтобы вы не думали что вот просто так не поверить на честном слове я хочу вам показать текст описания которые ну доказывают эту истину эту мысль и пожалуйста настроитесь и все что я вас прошу я вас прошу просто рассуждать в душе те кто мысль те кто рассуждают они могут получить ответ они могут понять что-то но когда мы просто вот вот мы не знаем почему мы не понимаем но мы просто глину так сказали братья вот так 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 и все а почему мы не знаем писание нас призывает к рассудительности поэтому первое что им хочу показать что вся вот эта вот ситуация вокруг покрывала для женщин также же связано женскими волосами могут и женщины стричь волосы делать какие-то прически и многие многие вопросы все это как бы вышло из первое послание коринфянам потому что мы не видим священном писании никакого учения иисуса христа на эту тему учение других апостолов учение самого апостола павла к другим церквам потому что если было так важно это обязательно бы где-то повторялось каждом послании павел учит об евангелии в каждом послании павел учит о святости о праведности в каждом послании он везде об этом говорит и учит и вот в одной церкви этот вопрос стал но вопрос это был и вопрос и был и инициатор павел вот где ответ кроется инициаторы этого вопроса были коринфяне если вы обратите внимание то первое послание коринфянам это ответ апостола павла на их письмо поэтому от упуская вот то что я сейчас говорю это ценные вещи я знаю что многие богословы или проповедники постра спорят с этим они не хотят даже в это вникать потому что привыкли с этой системой привыкли с тем что так правильно почему не знают как но я говорю вам сейчас самое откровенное самое важное что очень важно понять что павел говорил отвечая на их письмо и проблема в том что у нас же нету сама пас письма коринфян и у нас нету самого оригинала апостола павла это очень сложно понять поэтому у нас есть всего лишь один из переводов например я буду читать сегодня из синодального перевода один из переводов но очень трудно понять переводчики переводя нам они вставили какие-то знаки припинания на их усмотрение кстати это не значит что эти знаки припинания были были там например 7 глава 1 коринфянам там начинается о чем вы писали ко мне то есть о чем-то павлу писали но он берет и цитирует что конкретно и он вы уже вставляет вот об этом вы мне писали но переводчики поставили не там запятую если ну тема не об этом я просто хочу поглубже чтобы вы поняли это и переводчики вставили как будто бы павел он говорит да то хорошо человеку не касаться женщин о чем они ему писали мы так и не поняли нет если мы внимательно смотрим то они ему писали хорошо человеку не касаться женщин то они ему писали они павел и он цитирует что они ему писали и вот в доказательство что это не павел так считает пять стихов подряд он опровергает эту мысль либо павел больной он не мыслит нормально то что мы исключаем сразу поэтому тогда нам надо ну вникать в эти вещи мы берем как будет как будто бы все павел обращался писал он говорит что-то вы мне писали о чем вы мне писали о чем они ему писали они писали что хорошо не касаться женщин то есть поймите очень важно что все что связано с женщинами это вся мысль напичкана первое послание коринфян негативно и поверьте что это была не идея павла это идея их была этих братьев которые писали ему и они считали что хорошо не касаться женщин подсказал новое избежание блуда, имейте свою жену, наоборот, прикасайтесь, каждый прикасается, не уклоняйтесь друг от друга вообще. Хорошо, давайте подумаем еще вот о чем. Ведь Бог создал женщину для мужчин и сказал весьма хорошо. Он создал, чтобы она была для него, чтобы он наслаждался ей. Именно для этого Бог создал. И вдруг, как будто бы мы понимаем, что находится некий Павел, который пишет, нехорошо мужчинам касаться женщин. Типа это какое-то греховное, какой-то... Павел говорит, имейте свою жену, наоборот, потому что Бог для этого создал. А вы улавливаете, что не так просто, как мы привыкли, вот на честном слове. Вот братья сказали, вот так вот. Да не важно, что братья, что я говорю, важно, что говорит Священное Писание. Поэтому давайте вникать, давайте вникать в эти тексты. И апостол Павел, он нигде не писал об этом. Нигде Иисус об этом не говорил. Более того, представьте себе, что во всей Библии нигде нет этого учения, этого требования. Ну, я призываю вас к рассудительности. Подумайте об этом. Весь Ветхий Завет, который был основан на ритуалах плотских, физических, внешних, служения Богу, все, что было связано в Ветхом Завете, оно все было на внешнем, написано, относилось до плоти, освящение было на уровне плоти. Поэтому их в прямом смысле окропляли кровью их тела. Пепел телец, они окропляли их. Поэтому нужны были какие-то одежды для священников, какие-то, какие-то всякие ритуалы, какие-то вещи. Все, что было связано, потому что это было служение внешнее, а не внутреннее. И даже там вы не найдете никогда ни одного требования, чтобы у женщины было покрывало для того, чтобы она считала, что она замужняя. И особенно, когда она молится Богу, она должна быть покрыта. Это очень важно. Вы не найдете этого. Тем более, когда мы перешли в Новый Завет, служение Духа, то, что является внутренним состоянием. Но я зачитаю пару текстов Священного Писания, и я хочу, чтобы мы это увидели. Давайте откроем Пасание Галатам. Давайте возьмем третью главу, прочитаем 26-28 стих. Они все эти тексты вам знакомы. Но давайте мы их будем брать как бы в основу, в рассуждать на них, потому что они так ярко, открыто написаны. И мы обязательно придем к первому Пасанию Коринфянам в 11 главе, и мы рассмотрим эти тексты Писания. Давайте сейчас посмотрим Галатам. Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. У меня вопрос к апостолу Павлу. Павел, либо то, что ты здесь написал неправильно, либо то, что в Коринфянской церкви ты написал неправильно, потому что два этих текста Писания, они полностью противоречат. Либо ты забыл, что там писал, либо ты надеялся, что это не попадет к нам. Потому что то, что ты там написал, и то, что ты здесь написал, это полное противоречие. Кому, ну, что нам взять. И некоторые говорят, ну, в принципе, и это хорошо, но и то не надо выбрасывать. Давайте мы не будем путать эти вещи, если они полностью противоречат. Там отделяется женщина от мужчины для служения Богу. А здесь говорит, что нет никакой разницы, все вы одно во Христе Иисусе. Дальше Павел в послании к Коринфянам, во втором послании, он уже пишет этим же Коринфянам, что мы все новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Есть новый человек из мужчин, из женщин, и есть новое творение, что важно для Господа. У меня вопросы появляются. Павел, почему столько разногласий? В этом же послании Галатам, давайте еще мы почитаем в пятой главе уже. И Павел пишет, и так стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Ну конкретно Павел говорит о законе. Ну давайте что-нибудь еще возьмем отсюда. Вот я Павел заявляю, вот я говорю, здесь ясно, что лично он заявляет, то есть его конкретное, в Коринфянам мы почитаем, и мы увидим это его заявление, или это их были требования, или вопросы Павла, на что он отвечает. Мы об этом подумаем, и мы это возьмем сегодня, чем важно. Но здесь он говорит, вот я Павел говорю вам, то есть чтобы мы не путали, что он цитирует кого-то, думает кто-то так, он сам конкретно говорит, вот я лично, то я Павел уже говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. То есть вот послушайте, пожалуйста, это были верующие люди из язычников, и они, которые уверовали во Христа Иисуса, но потом пришло какое-то учение, какая-то идея, что вот теперь вы, верующие, должны обрезываться. Кстати, обрезание-то было заповедей в Ветхом Завете, это было конкретно от Бога постановлений. А вот касательно покрывала, касательно волос для женщин, для мужчин, или каких-то там внешних одежды, украшений, всего этого не было вообще от Господа. Мы как раз увидим обратное, но то, что Господь говорит в Ветхом Завете. Но здесь это было заповедью Божией, но Павел говорит, подождите, ребята, мы уже во Христе Иисусе, поэтому наши достижения, они не при делах вообще. Это Христос нас достиг, мы стали новым творением, мы получили спасение ради Иисуса, ради благодати, а не ради того, что мы что-то начали исполнять. Да если вы что-то исполняете, тогда, если вы берете, чтобы достигнуть, и вы вот стараетесь что-то сделать теперь, тогда, он жестко говорит, тогда вам не будет никакой пользы от Христа. Почему я взял этот текст Писания? Да вот почему. Смотрите, что касательно волос, что касательно обрезания крайней плоти, это все относится к телу, все относится к внешности. И поэтому, если вы все-таки на этом зацикливаетесь, то вам не будет никакой пользы от Христа. Представьте, сколько женщин зациклили на том, что длина волос или определенная прическа, или покрывало на голове имеет такую важную силу для Господа, имеет такое важное значение. Не то, что мы получили от Христа, а то, что мы начали исполнять, теперь так важно. Это так важно. Но и Павел говорит, и еще свидетельствую всякому человеку обрезывающему, если все-таки вы что-то взяли. А вот, кстати, это вообще его нету нигде. Мы как раз увидим учение Павла. Вот досмотрите видео до конца, и мы перейдем в 11 главу. И как раз вы увидите, что Павел говорит, что вот по поводу покрывал и волос, этого нету ни в церкви, этого нету ни у евреев не было это, поэтому и у нас этого нету. Если вы захотите, пожалуйста, ну мы сейчас до этого дойдем, я вам покажу это. И он говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от благодати. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Почему-то представили женщинам, что это имеет значение. Павел говорит о важности, то, что Бог ставил в Ветхом Завете как что-то важное, и оно потеряло силу во Христе Иисусе. Но почему-то приобрело другое внешнее проявление, оно приобрело силу. Павел говорит, что это не имеет никакого, не имеет никакой силы. Не важно, обрезан ты или не обрезан, это вообще не важно сейчас. Но почему-то очень важно, у тебя постриженные волосы или не постриженные. Это так важно. Ну, опять же, возвращаясь в Ветхий Завет, там мы видим, что у Самсона было важно, когда у него были длинные волосы, они придавали силу ему. Но когда он постриг волосы, ему постригли, то он потерял силу. Если сегодня, ну, вот во Христе Иисусе имеет все-таки это силу, тогда мы все-таки, наверное, пересмотрим это. Но если это не имеет силу, давайте тоже не делать так вот просто слепо, исследовать каким-то традициям, потому что вот так вот принято. И последнее из Галатам, я хочу прочитать шестую главу, 15 стих написано, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Вы можете с этим согласиться? Что вот что важно во Христе Иисусе. Новое творение, ни обрезание, ни необрезание, новое творение. Павел чуть раньше сказал, что новое творение не имеет ни мужского, ни женского пола. Это то, что внутри нас. Все вы одно во Христе Иисусе. В некоторых церквах делят. Женщины не одно во Христе Иисусе. Они имеют свое предназначение. Не путайте предназначение в семье. Не путайте предназначение, которое мы имеем здесь на земле. Что касательно служения Богу или отношения между Богом и человеком, не имеет никакого различия мужчина или женщина. Это истина Божия. Это утверждение, которое подтверждается во многих текстах Писания. Ну и теперь, так как у нас эта тема конкретно, да, почему женщины не покрывают голову, а некоторые настаивают, что должны ходить с покрывалом. Мы открываем первое послание Коринфянам и вот здесь мы и порассуждаем. Еще раз возвращаю вас к этой мысли. Это ответ Павла на их письмо. Они ему писали. Если вы упускаете эту мысль, если вы считаете, что это не так важно, но поверьте, что Бог поставил в церкви апостолов, учителей, пророков для совершения, для совершенственное тело Христово. Иисус говорил, что вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. То есть, вы заблуждаетесь, когда на каких-то вопросах зацикливаетесь. Дьявол пришел к Иисусу и начал тыкать ему тексты Писания. Вот написано. Вот давай исполняй, давай делай. Но Иисус быстро дал ему отпор. Он сказал, подожди, еще кое-чего написано в Библии. Еще кое-чего написано в Писании. Написано так же. Поэтому я специально сказал, подождите, написано так же. Если бы не написано было так же, тогда мы сказали, да, аминь, ну вот Павел написал, ну давайте мы это возьмем. Но написано так же, поэтому мы берем то, что еще написано и начинаем размышлять. Итак, смотрим первое послание к Римфину. Перед тем, как мы прочитаем этот текст, хочу, чтобы вот что вы знали. Потому что Павел говорит, хочу, чтобы вы знали. Вот и я хочу, чтобы вы знали, что нигде во всей Библии не встречается больше вопрос покрывала для женщины, как важность, что это важно перед Богом. И нигде больше в Библии не встречается вопрос, он нигде не упоминается вопрос, волосы важны или не важны. Нужно стричь или не нужно стричь. И из того, что здесь написано, мы сейчас увидим, что то, что принято, как обычно, как правило для женщин, христианских женщин, вот в этом первокоринфянам и этого даже нету. Поэтому хочу, чтобы вы знали, что всякая доктрина и все, что основано на одном тексте Писания и не имеет подтверждения в Библии, оно всегда извращено. Оно всегда вырвано из контекста, всегда представлена ли та мысль. Потому что, если бы уважаемые мною учителя и проповедники, которые настаивают на то, чтобы женщины ходили с покрывалом, если бы они были честны, то читая первые стихи, например, пятый и шестой стих, и они взяли как основу, что вот так вот правильно, а потом они перечитали бы седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый стих. Если они возьмут все эти стихи, у них куча противоречий. Вот в этих двух стихах вроде бы правильно, так должно быть, но все остальные опровергают эту мысль, то, что не взяли. И они на это закрыли глаза, потому что им показалось, что так важно и так правильно. Единственная проблема в этом тексте, это у нас появляется четвертый и пятый стих, вернее, пятый и шестой стих, потому что эти два стиха, они будут противоречить всему остальному все, что Павел написал до этого и после этого. И я беру на себя ответственность и смелость сказать, что эти два стиха, это мысль, которую Павел процитировал из их письма, что это они так считали, потому что мы сейчас увидим, почему Павел, почему я так считаю. Потому что если это не их мнение, тогда у Павла одна проблема с логикой. У Павла он только что написал, что да, так правильно, а потом сам же проверк, что это правильно. Более того, он даже призывает самим размышлять в этом же послании, в этих же стихах, он просит нас с вами рассуждать, так ли на самом деле. И не бойтесь задавать вопросы, потому что наш Бог хочет, чтобы задавали вопросы. Это дьявол не хочет, потому что в Боге же правда, и он говорит, задавайте, узнавайте, и вы найдете истину, вы докопаетесь до истины. Давайте мы будем читать пошагово каждый момент. И Павел пишет, будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья. Смотрите, он отвечает братьям, потому что братья писали ему. И, соответственно, из всего контекста мы видим, что всегда братья были против женщин. Они что-то им мешали. Мешали служить Богу. Потому что в этой церкви была разная категория людей. Одни так считали, там была и греческая культура, и иудейская культура. И все это смешалось в одно, и там была куча вопросов. Поэтому он говорит, хвалю вас, братья, что вы все помните и держитесь, предали так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Вы видите вот эту вот цепочку. Хочу, чтобы вы знали, что вот так вот в такой вот последовательность идет. И дальше он вставляет вот эту мысль, которую они ему написали. Всякий муж, молящийся или пророчий с покрытой головою, постыжает свою голову. Кстати, у иудеев до сих пор мужчины покрывают голову. То есть в иудейской культуре это как раз наоборот. Если мы читаем в законе, то там не женщины покрывали голову, а священники покрывали голову. И там было определенное покрывало с определенными кисточками, которые нужно было покрывать. И до сих пор евреи в иудейской традиции, а не до сих пор мужчины покрывают голову. Поэтому здесь смотрите, это мнение другое представлено здесь. Всякий муж, молящийся или пророчий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящийся или пророчий с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была бы обритая. Шестой стих. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. Я вижу здесь, что это мнение, которое было представлено Павлу. И он берет, цитируя этот текст, чтобы от него отталкиваться и задавать вопросы. Смотрите, теперь он начинает задавать вопросы или подводить итог. И он говорит, итак, судя из того, что мы здесь прочитали, или из того, что мы сейчас видим из этого текста, муж не должен покрывать голову. Правда же? Ну да, они все говорят, скорее всего, да, муж не должен покрывать голову. Почему он не должен покрывать голову? Ответ. Потому что он есть в образе Слава Божия. То есть причиной, почему муж не должен покрывать голову? Потому что он отражает образ Божий. Правда же? Да, 100%. Следующее. Павел же тут же сразу вставляет. А жена, простите, потому что он есть образ и Слава Божия. А жена есть Слава Мужа. Вопрос. Если муж является Славой Божией, то по этой причине он не должен покрывать голову. А жена является Славой Мужа, она должна теперь покрывать голову? Сами ответьте на этот вопрос. Жена должна покрывать голову, потому что она есть образ и Слава Мужа. Она же, как муж является Славой Божией, не должен покрывать голову. А жена и Слава Мужа должна покрывать голову. Все. Вот мы, нас и заклинило. Дальше читаем. И он поясняет, почему действительно жена является славой мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Десятый стих самый спорный, из которых я встречал, самый непонятный, потому что в оригинале пару текстов отсутствует, и переводчики, которые запутались реально в этом вопросе, они посчитали, что может быть вот вставить пару слов, и мы эту мысль переведем так, наверное это что-то поменяет, но это как раз еще больше напутало, потому что в оригинале отсутствует два слова, и вы можете их увидеть в любом тексте, у меня в электронной библии взяты в скобках, в такой обычной библии там напечатаны и взяты слова курсивом, и вам пора знать, что все слова курсивом, все знаки припинания, это вставлено переводчиками, этой мысли нету в оригинале, иногда это соответствует мысли, которая в оригинале, иногда это противоречит. Спасибо переводчикам, что они перевели нам слово Божие, слава Господу за них, но некоторые слова вставлены на их усмотрение, но они специально оставили их курсивом, чтобы мы знали, но мы же не хотим учиться, нам-то зачем все это знать, мы просто вот так вот с улицы прямо раз запрыгнули на кафедру и проповедуем Евангелие, но так не должно быть, поэтому они специально оставили эти слова, чтобы мы увидели оригинал без этих слов, а отцами определяли, они не могли разобраться до конца, а просто оставили нам на наше рассмотрение, так вот смотрите, 10 стих, вот посему, то есть поэтому, потому что она из образ и слава мужа, она взята от мужа, Павел говорит, мы читаем сейчас без вставленных слов, вы можете сами открыть Библию и смотреть, в любой Библии эти слова выделены и возьмите почитайте, что слова выделены курсивом, это вставлены переводчиками, Павел не писал этих слов, ну пора нам научиться уже и не спорить с этим, и вот смотрите, посему жена и должна иметь на голове своей власть для ангелов, вот этот вот все, к чему привело христианство наше современное, знак над нею, ну выделено и показано, что это переводчики вставили, а что же означает без этих слов, означает, что так как жена взята от мужа, и она образ, образ и слава мужа, она от него и для него сделана, вот поэтому она должна иметь право на голове власть над ангелами, так и стоит в оригинале, то есть она выше ангелов, потому что муж и свой образ и слава Божия, а жена взята от мужа, они вместе являются образами славы Божией, и они выше ангелов, поэтому ангелы служебные духи, наоборот, они имеют право, они имеют власти над ангелами, и эта же мысль, почему именно эта мысль подтверждается, смотрите, впрочем, не муж без жены, что это означает, не муж без жены имеет это право, или эту власть, не жена без мужа, в Господь они имеют это право, и здесь 12 стих показывает, и Павел говорит, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, но кто теперь больше в конце концов, все, ну первая женщина была взята от мужа, а все мы, я мужчина, но я был рожден от женщин, и теперь, ну вот мы прочитали вот эти 5 и 6 стих, и схватились за них, как за важное учение, а все, что Павел потом дальше писал, мы там выбросили, проигнорировали, потому что это, ну непонятно вообще, о чем идет речь, а вот о чем идет речь, 13 стих, Павел приводит к тому, что он говорит, теперь рассудите сами, он не говорит, так говорит Господь, так написано, а он говорит, в конце концов, начните думать мозгами, и я вас прошу, сами рассудите, вот о чем, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Вопрос стоял, что мужчины требовали, чтобы волосы были скрыты, поэтому если жена не хочет покрываться, они настаивали, тогда пусть и стрижется, а если ей стыдно быть обритой, то тогда пусть покрывается, то есть вопрос, проблема была в женских волосах, ну в какой-то культуре, там что-то у них было, ну что-то там возмущало мужчин, это что-то относилось к каким-то сексуальным, каким-то похотям, скорее всего, и они требовали в любом случае, чтобы волосы не видны были, либо сбритые, их нету, либо покрытые, а то, что в многих церквях, ну, какое-то покрывало, какой-то знак, это вообще не покрывало, потому что если покрыть, надо скрыть волосы, чтобы не видно их было, но мне кажется, там мусульманские женщины, вот, которые с паранжой ходят, они как бы ближе к этой мысли, но тогда сделайте это, и вы понимаете, что что-то не так, неужели Бог так требует этого? Зачем вопрос? Так и Павел говорит, сами рассудите, «Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?» И он задает вопрос, чтобы услышать, какой должен быть ответ, и он сам направляет мысль, он сам направляет на ответ «Да, прилично жене молиться Богу». Это вообще не вопрос для Бога, молиться Богу с непокрытой головой. И он дальше говорит, не сама ли природа, вот эта природа, кстати, тоже один из вопросов, это, но в оригинале, или та мысль, которая представлена, речь идет о культуре. И он в конце концов подводит их, не сама ли культура ваша учит, что если муж растит волосы, для него это бесчестие, а если жена растит волосы, для нее это честь. Ну, он в конце говорит, так волосы ей даны вместо покрывала. Зачем какое-то покрывало женщине, если у нее уже есть волосы? 16 стих. Ну, прежде чем мы сейчас прочитаем, я вам скажу сразу заранее, на чем заканчивается 16 стих, как обычно преподается. А если бы кто-то захотел спорить по этому вопросу, мы не имеем обычая спорить. Мы не имеем такого обычая спорить, мы не будем спорить. И во всех церквах спорят. Павел же вот о чем сказал. Послушайте сейчас внимательно. Он говорит, а если бы кто захотел спорить о чем? Что нужно, чтобы женщине нести покрывало. Он говорит, ну, ей дано покрывало, у нее волосы есть. Зачем навязывать ей покрывало? И там в этой мысли не идет речь никакой спор там резать, не стричь волосы или стричь или не стричь. Не об этом. Вопрос стоит, чтобы женских волос не видно было. Если они будут видны, то нужно покрыть их. А если она не хочет покрывать, то пусть отстрижет, пусть будет лысой. А если ей стыдно быть лысой, то пусть покрывает. В любом случае, но это правда, вот она мысль, которая здесь показана. Чтобы не видно было. И тогда Павел говорит, ну, сами в конце концов рассудите. И он говорит, не сама ли ваша культура учит вас, что если жена растит волосы, это для нее честь, это красиво. А вы еще хотите скрыть эти волосы и навязывать, что так неприлично Богу молиться. Теперь 16 стих. А если бы кто захотел спорить об этом, то мы не имеем такого обычая. Обычая, речь идет о покрывалах. Не о спорах. Потому что извратили до невозможности эту мысль. Павел типа сказал, мы не имеем обычая спорить. Нет. Он сказал, мы не имеем такого обычая о покрывалах. Кто не имеет такой обычая? Евреи. Не имели такого обычая. Вы не найдете это у иудеев, у евреев. Это обычая о покрывалах. Следующее. Этого обычая нет и в церкви Божьей. Вы не найдете ни в одном послании, ни в одной церкви, ни в учении других апостолов, ни в учении Иисуса Христа. А покрывали женском, чтобы женщина покрывала голову. Вы не найдете нигде. И он говорит, а если бы кто захотел спорить все-таки с нами, у нас нет обычая покрывать голову. И в церкви нет обычая покрывать голову. Я верю, что вы получаете откровение сейчас. Я верю, что мы прозреем в конце концов. Мы избавимся от этих мелких, но вот этих внешних вопросов. И что мы поставили обрезание, необрезание, когда во Христе Иисусе не имеет никакого значения, не имеет никакой силы. И мы напридумали всего этого. Ну и в заключении, так как это длинное видео получилось, в заключении хочу сказать, не пытайтесь придумывать, потому что я знаю, что многие будут смотреть, те, кто будут оспаривать, те, кто будут согласны, не согласны. Не пытайтесь навязывать, что где-то, когда-то в Библии был этот вопрос, стоял. И поэтому, если вы подробно сможете ответить на все вопросы, на каждый стих из первого послания Коринфянам, а не только на 5-6 стих, как вот основа, вот жена должна покрываться, типа Павел написал. А он потом оспаривает и в конце говорит, что если вы все-таки хотите спорить, у вас нет основания спорить, потому что такого обычая в церкви нету. И у идеев, у евреев такого обычая не было. Но кто-то, кто-то мне, ну и у меня же много вопросов было на эту тему. И вот мне показывали, что вот, а вот Сара, например, вот царь привел, и он дал покрывало Саре, чтобы она выглядела вот теперь как замужняя, но он не давал ей покрывало. Он дал Аврааму деньги и сказал, вот это покрывало. То есть вот эти деньги, и смотрите дальше, покрывало для очей ваших, не для ее головы, а вот это ваши глаза, он вот эти деньги покрывает этот инцидент, и она невиновна. Вот эти деньги покрыли инцидент. Царь не давал никакого покрывала Саре, он всего лишь дал деньги Аврааму и сказал, вот это покрывало. Он ничего ей не давал. И нигде больше вы не даете никакого покрывала, никаких требований, никаких обычаев для того, чтобы женщина ходила с покрывалом, как что-то важное перед Богом. Важно перед Богом вера во Христе Иисусе. Вот что является силой Божией. И поэтому Павел на это настаивал во всех посланиях. И когда люди пытались перейти на какие-то обряды, он сказал, что вы своими вот этими обрядами, вы как в мире живущий, не прикасайся, не дотрагивайся, не одевайся, не раздевайся. Вы придумали всего этого для того, чтобы вы как в мире всяких традиций держитесь. У Павла не было учения покрывала. Это коринфяне писали ему, они пытались навязать, он сказал, что в церкви Божией этого нету, и это нету не у евреев. Захотите спорить, у вас нет оснований. Нет такого обычая нигде. Пусть Бог благословит вас. Имеет мудрость и даст вам откровение еще больше к пониманию. Это была программа «Ответ». Мы отвечали на вопрос, почему женщины не покрывают голову и не должны покрывать. Аминь.